Всем привет, любители путешествий! Ну что же, а мы начинаем, продолжаем, точнее, выпуски про Сейшелы. И сегодня супер насыщенный выпуск. Мы побываем в заповеднике, точнее проедемся через него, там супер потрясающие виды. И поедем с вами в сторону пляжа, где снимали Дом-2. Побываем на острове, где был Дом-2. Ну а главное, конечно, это вот эта потрясающая супер дорога. Там практически парк юрского периода находится. Вокруг такая зелень окружает, все сочное, яркое. В общем, Сейшелы удивляют своим буйством и поражают буйством своих красок. Поэтому, как всегда, готовьте вкусняшки, готовьте чаек. Не забывайте поставить лайки вверх. Не забывайте подписываться, если вы не подписаны, потому что впереди куча приключений. Это только самое начало. Мы еще на одном острове, потом переезжаем на Праслин, потом переезжаем на Ладик, где находится самый фотографируемый в мире пляж. Поэтому впереди все самое-самое интересное. Но сегодня тоже будет супер, я просто в восторге. Вот мы едем по этой дороге, просто потрясающе. Сейчас мы еще спустимся вниз, там тоже видно уже, что космический цвет воды. Смотрите, какие там бирюзово-лазурные оттенки. Все супер, все ярко. Поэтому, еще раз, готовьте чаек, готовьте лайки и погнали смотреть выпуск. Итак, друзья, а сейчас мы с вами направимся на северо-западную часть острова Маэ, где снимали передачу Дом-2. Для того, чтобы с Бавалона переехать до этого пляжа, нужно преодолеть невероятно красивые виды. Это мы с вами спускаемся ближе к столице, которая называется Виктория. Да даже возле столицы невероятные пейзажи, зелень, горы, холмы. Все очень круто. Но это еще цветочки. Впереди будут такие виды, вы обалдеете. Проезжаем мы вокруг джунглей, лианы, просто космос, конечно, вид. Бомбиссимо. То есть вы мне пишите, кстати, я слишком часто пишу, говорю бомбиссимо, ну а как здесь по-другому говорить? Великолепно, восторг. Невероятно, потрясающе, суперкрасочно. Какие эпитеты можно здесь использовать? Просто вау, да? Вот эти, смотрите, лианы какие-то, блин, офигенно. Как будто ты, не знаю, в джунглях каких-то диких, в парке Юрского периода. Сейчас мы вверх туда поедем, там вообще будут здоровые папоротники и так далее. Офигенно, конечно, вид. Вид на 10 баллов из 10. Да, ну вот это место, конечно, шикарное. Пальмы, ну не пальмы, а папоротники вот эти. Лопухи я их называю. Растут вокруг, реально, парк Юрского периода. Или, знаете, хищник можно вспомнить. Джунгли. Блин, мне это все нравится, конечно. Потрясающе. Выглядит просто любоваться и любоваться. Останавливаемся на каждом углу, фотографируемся. И не забывайте подписываться на Инстаграм, потому что там выходит в реальном времени сториз, выходит в реальном времени посты. Так, еще здесь папоротники. Вот просто каждый поворот останавливается, и картинка просто с обложки. Офигенно. И это мы как бы даже не на пляже, а я фанат пляжей больше. Но меня просто восторг вызывают и такие вот виды. Блин, супер, супер, супер. Придумывайте новые слова, чтобы высказывать эпитеты от восторга. Ну просто космос, да? Прям. Ставьте лайки, не забывайте. И не забывайте писать комментарии, как вам вообще Сейшелы? Так, мы едем, вот у нас остался завтрак. Хотим собачкам отдать. Во всяком случае, вчера у нас собачка украла. Идите сюда, идите сюда. Наверное, слушай, надо с дороги убрать. Давайте идите вот сюда кушать. Идите вот сюда кушать. Ну конечно, сейчас яичненько она возьмет. Все это. Давайте, давайте. Давай, иди сюда. Иди кушай. Что, вы такое не едите, что ли, хотите сказать? Смотрите, омлет отдали. О! Какие-то трусливые. И прямо находят здесь не дому. А, дом есть. Вон, кстати, какой-то дом есть. Может кто-то и живет. Прикиньте, жить в таких джунглях. Просто капец. О, все, это поняла. Вот, кушает. Молодец. А ты что там глупенькая такая стоишь? Конечно, природа просто бомбиссимо. О-хо-хо. Смотрите, над нами вот эти лианы. Свисают прям. Парк юрского периода, повторюсь. Это мне очень нравится. Кстати, на Кочанге тоже вот есть такие леса. Похоже, вот мне Кочанг напоминает. И дороги вот эти извилистые все напоминает Кочанг. Но здесь, наверное, прям помасштабнее. То есть на Кочанге там небольшое количество таких лесов. То есть здесь прям полная концентрация. Смотрите, какие там тоже лопухи вот эти все. Супер вид. А здесь даже в горах в такой красотище есть магазинчик. То есть казалось бы глушь-глушью, да? А есть магаз. И сейчас я туда хочу спуститься. Что-нибудь холодненькую колу там взять в таком формате. Ну блин, виды прям бомбиссимо. Красотища. Давайте, кстати, кидайте в комментариях, какую замену будем придумывать слову, альтернативу слову бомбиссимо. Как бы понятно, что слово бомбиссимо нельзя, невозможно заменить. Но давайте придумаем, что можно еще будет употреблять. Ну восторг. Просто восторг. Просто красота. Я люблю вот эти зеленые лопухи. Я не знаю, банановые пальмы. Просто пальмы. Кокосы. Зелень, горы, лианы. Просто чума. Просто сумасшедшие виды. Вот прям вот здесь не очень нравится. Мы вчера вечером же здесь проехались. Но при свете дня, при солнце, это, конечно, все по-другому смотрится. Мы с вами еще прогуляемся, наверное, по тропе Монблан, если хватит сил. Тоже будет офигенные виды. Но, блин, буйство красок, конечно, Сейшелла поражает. Я еще раз говорю, что Таиланд на максимуме. В общем, в принципе, где-то, наверное, в Таиланде плюс-минус что-то похожее-то можно найти. Но, в любом случае, здесь более ярко все. Но таких высоких гор нет. Так вот прям на максимуме. Реально. Таиланд на максимуме. Чем-то напоминает. Но здесь все это вдвойне. Вообще, стоит сказать, передвигаясь по Сейшелам, ощущаешь себя, как будто в ботаническом саду. И это на самом деле неспроста. Потому что на Сейшеллах произрастает огромное количество эндемиков. То есть растений, которые растут только в определенном регионе. Только на Сейшеллах. Ну, а главный эндемик и символ Сейшелл это пальма Коко Демер. Позже мы с ней ближе познакомимся. Ну, все. А мы уже подъехали и теперь проехали пик этой горы. И сейчас начнем спускаться. И уже приближаемся к пляжу, где снимали Дом-2. Где-то вот из тех островов рядом там будет маленький островок, где был Дом-2. Вокруг нас все равно продолжают окружать супервиды. Вангара. Оттуда мы уже спускаемся. Все, дорога пошла вниз. И сейчас вниз, 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 вниз. И мы окажемся на пляже, где Дом-2. И плюс там еще находится один из самых красивых пляжей Сейшелл в принципе тоже. Не Сейшелл, а Маэ. Один из самых красивых. Тоже попадем сейчас туда. Там крутой отель находится Констанция Фелия. Вот поэтому эмоции переполняют. Вот сейчас будет спуск. И мы окажемся уже внизу пляжа. Так, ну а мы проезжаем такой красивый участок. Прям мне вам нравится. Мы вчера здесь фоткались как раз вечерком. Опять же пальмы банановые. Бананы вон растут. Смотрите, видите, много маленьких. А вокруг горы, горы, горы. Реально, вот мы в такие едем. Хоть останавливайся на каждом углу и фотографируйся, фотографируйся. Приезжайте, блин, кайф. И опять же я показываю, как можно бюджетно на самом деле отдыхать. То есть мы много денег сейчас в принципе не тратим. Да, перелет там стоил. Ну да, проживание не сказать, что дешевое. Но в принципе можно более или менее экономно как-то кушать и наблюдаться, наслаждаться вот этими потрясающими видами, этими серпантинами. Кататься на байке и получать просто неимоверное удовольствие. Вы сами посмотрите, да, как красиво. Я перестаю дышать, называется просто. Песня, видимо, не только про Таиланд была, но и про Сейшелы. Супер. Ну что, друзья, вот мы и доехали до пляжа наконец. Итак, на заднем фоне меня находится известный, легендарный остров. Кто знает и узнает по первому виду, что это за остров, пишите. Здесь находится известный отель пятизвездочный Констанции Фелия. Очень крутой. И здесь у нас сейчас отлив. И как раз во время отлива можно пройтись до того острова. Но еще раз, ну, сразу скажу тогда, что это за остров. Здесь снимали Дом-2, представляете? То есть у многих было впечатление, что это какой-то отдельный необитаемый остров. А по факту вот здесь находится отель, а вот здесь снимали Дом-2. Вот мы с вами сейчас на дроне полетаем над этим островом и так далее. Вообще, конечно, во время отлива пляж выглядит, ну, мягко говоря, непривлекательно. Во время прилива здесь будет круто и считается одним из самых красивых вообще, в принципе, районов. Мы с вами, похоже, туда отойдем, там будут красиво выглядеть горы и так далее. Ну, а мы с вами давайте сейчас попробуем пешком перейти как раз к Дому-2. Да, конечно, во время отлива пляжек-то так себе. А когда будет прилив, будет очень круто. Ну, представляете, живете вы в пятерке в такой, и у вас, по сути, пляжа-то того нету. Ну, давайте проверим вообще, дойду я сейчас или нет пешком. Знаете, тут много морских огурцов лежит. Давайте одного поднимем. О, кто-то пописил, кто-то описился. Ну-ка, ну-ка. Вот, ну, вообще, кто не знал, это морские огурцы. И, по-моему, их любят есть эти китайцы, японцы, деликатес, типа, считается. Ну, его вот можно, в принципе, поднимать, и он ядовитый. Да тут ежи в траве. Блин, Вика-то пошла в этих, в коралках. А я коралки не взял, я вижу, он еж лежит. Так, мне надо аккуратней ходить в шлепках. Так, блин, это опасно. Ну что, вот мы и дошли до острова Дома-2. И пойдемте изучать, как же внутри все это дело выглядит. Где же там лобное место и так далее. Даже я, человек, не смотревший Дом-2, знаю, что лобное место – это святой Грааль. В общем, его нужно показать обязательно. Там решали судьбы людей. Вот, ну, а пляжик у них был крутой. Здесь, конечно, вот это Мальдивы-стая. Вот песочек прям огненный. Прям хорошо, прям хорошо. Когда вот солнышко вышло, блин, смотрите, какие тучи вокруг ходят. Жесть, конечно. Сейчас, походу, скоро ливанет. Вот, поэтому быстренько нужно посмотреть, что же у нас с вами на территории Дома-2. То есть они отсюда съехали в ноябре. Время, как бы, прошло уже там полгода. Но, несмотря на это, здесь остались, в принципе, их и домики, и всякие принадлежности и так далее. Ну, ладно, пойдемте посмотрим, что же здесь у нас есть. И где же главная достопримечательность – это лобное место. Так, ну-ка, погнали. Что у нас здесь? Я знаю, что они жили в каких-то виллах. Чем они здесь занимались? Кто здесь звезда? Я даже без понятия. Так, смотри, здесь справа какой-то барчик. Видимо, здесь они пили. А что здесь? Может, это сейчас все дело и работает? А может, это надо у Вики будет спросить? Она разбирается. Смотрите, там вроде как бы, а, или это бутафорские какие-то бутылки. Я думаю, неужели бутылки остались? Смотрите, еще шампанское, что ли, налитое, или что это? Или да бутафория тоже. Что это? Реально, что это? Как это? То есть, может, бар здесь работает еще? Ну, вообще, как бы, идея такая, что, я думаю, русским туристам здесь интересно устраивать всякие экскурсии. Типа, по следам дома два, побывать здесь. Вика, ты… Вот этот бар у них был такой? Да, барная стойка. А ты смотри, там еще шампанское налито, я не пойму, это что, типа сейчас? Это что-то декорация для экскурсии. Ну, вот, в общем, выглядит все это дело так. И вот, вот в этих домиках они жили, да? Вот этот домик, вот, бассейн, всякие лежаки, пляжик свой. У них пляжик здесь, пляжик там, барная стойка. Хотели бы вы так жить? Я думаю, я бы тоже так хотел приехать, нифига не делать, наверное. Только ругаться нужно, какие-то конфликты показывать на камеру. И так далее. Ну, вот. Смотрите, что здесь есть. Здесь есть почтовый ящик, почта, почта, родная почта. Есть на Сейшелах. Интересно, кто-то ничего не кидает сейчас? Ну, непонятно, есть ли там сейчас письма или нет. Ну, выглядит, конечно, круто. Как президентский люкс какой-то. Вот, видите, у вас отдельный остров с офигенными особняками. Сидите, чилите, находите свою любовь. Боксируете, не знаю, там, грушу. Бац, там, бац, бац. Представляешь себе, они враждовали, наверное, какие-то там были терки. Ах, ты плохой, ах, ты плохой такой. Ты мою любовь украл. Ну, наверное, так там проходило, я не знаю. Вот, тут какие-то тоже столики. Сидишь, пьешь, кайфуешь. Жизнь прекрасна просто. А чем они сейчас, интересно, занимаются, те, кто участвовал в этих проектах? Они известны или я вообще не знаю, кто эти люди, чем они сейчас занимаются. Качельки. Вот офигенный президентский люкс. Тоже, походу, это, наверное, для самых топовых скандальщиков, да. Кто больше всего наскандалил, тот живет вот в этом доме. Ну, их, походу, используют, реально. Знаете, санитайзеры даже стоят. Ну, то есть, может быть, сейчас, в данный момент, никто здесь не живет. Ну, мыло, то есть, офигеть. И чистый бассейн. Судя по всему, можно здесь что-то забронировать, наверное. Ну, место достойное, очень крутой островок. А вот, наверное, и есть это лобное место. Вика ушла, я не знаю. Судя по всему, вот здесь вот они собирались. У костра у какого-то. Ксения Собчак или там Юлия Бородина, как ее там, я не помню, как их зовут. Наверное, проводили вот эти все ритуалы. Ну, что, Вика, рассказывай, что это? Это лобное место, да, я так понимаю? Да, ну, по телевизору оно казалось вообще больше. Вот эти палки, я думала, что они какие-то повыше, потолще. А тут, смотрите, тоненькие, такие маленькие. А кто вел передачу? Ксюша Собчак? Ксюша Бородина какая-то там. Она давно уже не видела. А я не помню даже, как зовут этих велосипедов. Не Бородина? Ну, нет, Бородина здесь не была, она была там. Кто самый крутой участник, известный? Янцеслав? Янцеслав, но здесь не было. Солнце? Ну, они самые первые. Это первый состав. Солнце, Майя, Прикосы. Вот это я знаю, вот этих я знаю. Ольга Бузова. Тоже участница была? Да, она же с Дома 2 начала. Третьяков. О, с Бузовой я был на одной передаче на Первом канале. Она же девочка из Дома 2. Я думал, она ведущая была. Она тут стала ведущей Дома 2, а потом вот уже дальше продвигалась. А так у нее, короче, были куры и свиньи. А во, вот, дети, я говорю, вот это свиньи здесь были, что ли? Загон какой-то, смотри. Ну, вот там загончик. А вот это что? Ну, наверное, тоже что-то было. Курочки здесь точно, там даже висит. О, черепахи, ёпперный театр, вы смотрите. Офигеть, живые черепахи здесь. Не, говорю, это здесь что-то ухаживают, походу. Офигеть. Вот они, ну-ка, где голова? Вот это Туся. А что ей покушать? А у нас нету фруктов. Смотрите, какие надписи даже остались. На русском, конечно, это необычно. Студия курочек, топ-модели, сельские цыпочки. Цыпочек не кормить, яички не воровать. Вход строго по пропускам. В общем, реально здесь курочек разводили какие-то. Яички были, там свиней, свиней, видимо, разводили. Вот черепахи, интересно, были раньше или нет. Не, я бы в таких хоромах хотел бы пожить. Но, блин, два года там, или сколько это, как бы, нужно сидеть. Не, это слишком многовато. Я же так понимаю, что контент Дома 2 заключался в том, чтобы в кого-нибудь типа влюбиться и потом с ним же постоянно ругаться. И за счет этого, как бы, будут средства просмотра, да, то есть постоянные ссоры какие-то, вот это. Но я как-то попадал, наверное, в Дом 2, когда он еще был у нас, по-моему, в Подмосковье или где-нибудь там вели. Постоянная какая-то ругань. Как не включишь, так ругань ругаются. Вот на Тишеллах я, кстати, не видел Дом 2, я не знаю. Вот. Пишите в комментариях, фанаты ли вы этого сериала. Жалеете ли вы, что его закрыли, или вы одобряете, что его закрыли. Но я, конечно, против того, чтобы детям пребывали любовь к руганье и такой семейной жизни. По мне так это странно, конечно. Все, вот вам экскурсия, собственно, по местам Дома 2. Пишите, получили ли вы кайф. На самом деле, я не, как бы, и два, говорю, не фанат, я и не видел, не знаю. Но здесь мне красиво и антураж, смотрите, и пофотографироваться. Даже не знаю, что это такое, Дом 2, здесь не Дом 2. Я думаю, иностранцы приезжают, и вообще антураж крутой. И камни, какие-то лодки, и шезлонги. Все красиво. Да, ну а тем временем вылезло солнышко, но на заднем фоне какие-то прям уж черные, черные тучи. Прям офигеть там. А нам ехать примерно через те перевалы, но, наверное, мы попробуем по другой дороге поехать. И уже, мне кажется, начинает накрапывать. Вот, но хотя бы вот при солнечном свете можете полюбоваться. Красотой, в которой жили участники Дома 2. Ну, супер-супер, не, бомбиссимо. Даже несмотря, что это Дом 2, я хочу сказать, что здесь бомбиссимо. Так, ну а мы что, из Дома 2 переместились на южную часть. Уехали мы оттуда. Там ливанул лютый дождь. И смотрите, не знаю, ну то есть где-то примерно вон те холмы, видите, самые-самые дальние. Мы были с вами там. Примерно там находится Дом 2. И сейчас оттуда уехали. И здесь, смотрите, ни единого олочка. Зато какие здесь скалы красивые. Дорога проходит среди этих скал. Здесь сейчас делают свадебную церемонию. Там раскладывают, видите, цветочки, веночки всякие. Будет скоро здесь свадебная церемония. В таком красивейшем месте, видите, будут молодожены сидеть с таким видом на эти скалы. На море. На океан, точнее. Вон какие-то виллы там находятся. Я не скажу, что это какой-то идеальный, шикарный пляж. Но вид, нет, скалы вот крутые. Это, конечно, фишка и особенность. Но мы с вами были, в принципе, вчера на более даже красивых пляжах. Опять же скажу, что Corona Beach, Sunset Beach мне больше, конечно, нравятся. Тем, кто пропустил предыдущие выпуски, обязательно посмотрите. Потому что там были очень красивые пляжи. Corona Beach, Sunset Beach. Это очень классный. Ну, а в следующем выпуске мы отправимся на лучшие пляжи в Маэ. Поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Впереди много интересного. И мы переплывем на новые острова, а там будут еще более крутые пляжи. Поэтому не пропустите. Так, а сегодня мы взяли стейк-эвэй, креольскую кухню. Вот уже готовы пакетики. Здесь у нас лапша. О, тяжеленькая. И карри. Наконец будет карри. Thank you. Thank you. Так, в общем, выглядит заведение таким образом. La Palma Restaurant. Да, называется ресторан La Palma. И вот здесь можно тайковые. Тяжеленькая, на самом деле, штука получилась. Давайте я вам по ценам покажу, сколько, что здесь стоит. Я взял, соответственно, карри, чикен карри, 115. Это примерно 450 рублей. Ну, остальные карри, что там у нас? Гриль, рыба на гриле, кстати, тоже относительно недорого. Недорогое, в общем, меню. Вы можете на паузу нажать и посмотреть. Пицца. Пицца здесь дороговатая. Что-то 160, а это вегетарианская. Не вегетарианская. Там 200, 210, 180 в таком формате. И взяли мы еще лапшу. Чикен лапша. 135. Это примерно 500 рублей где-то будет стоить. Ну, в общем, в таком заведении более-менее можно бюджетно питаться. Потому что дальше вот мы прошли. Там 500 рупий. Ну, то есть это где-то 2000 рублей покушать пасту просто. Поэтому выход Takeaway вообще вручает. Сейчас пойдем, проверим, затестим. В принципе, видите, как видите, в принципе, можно бюджетно питаться. Но можно бюджетно питаться, если вы берете с собой это все Takeaway. Так, ну все, я принес Takeaway к нам домой. И сейчас будем дегустировать. Так сказать, распаковка еды. Судя по весу, блин, тяжеленькое было. Так, что у нас первое? О-о-о. Немножко. Говорит, немножко. Здесь прозрачные, смотри. А здесь одна лапша, короче, походу. Здесь весь дает. Вот это лапша. Говорит, немножко сделайте. Мы сделаем немножко. На одного человека. Вы это видите? На одного человека. Это на неделю, короче, лапши здесь. Интересно. Так и это тоже тяжелое. Блин, давайте смотрим. Это у нас карри, карри. Давай сюда, я сейчас покажу сам. Это же карри. Так, это у нас чикен карри. Блин, а тут рис получается, да? С карри. Ну вот реально, карри тогда на одного, наверное. Окей. А лапшу тут наделали, конечно, будь здоров. Лапша тут реально на завтрак хоть бери. Вот это я в шоке. Ну сейчас давайте попробуем, как это на вкус все. Так, ну первое, давайте погнали к карри попробуем. Так, это куриное. Так оно что, с костями что ли? Офигеть, конечно. Это такое карри, я впервые... Это тоже кость какая-то. Короче, педалово какое-то, походу. Ну давайте отломлю, где хотя бы без костей. Я впервые, конечно, вижу, чтобы карри делали с костями. Ну-ка, отрывайся, отрывайся. Так, оторвалось. Так, ну-ка, иди сюда. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну блин, а запах, конечно, карри, это круто. Ну... Блин, вкусно. С костями карри, блин, да как это можно было? Не, в целом-то вкусно. В целом-то неплохо. Ну блин, курица с костями, это эпик фейл. Короче, неуд. Я это не ставлю за счет. В принципе, карри это нормально. Но по ингредиентам, конечно, отстает все это от правильных норм. Форм на Занзибаре, в бараке. А, нет, в Сансет Бич. Сансет Бич, там был, вот там была офигенная карри. И много. И по цене примерно как вот это. То есть там в ресторане сидишь, нормально все. По цене вот этого, то что тейк-ауэй и с костями. Короче, Занзибар в плане еды, конечно, и бюджета рулит. Так, ну а теперь погнали лапшу. Так, может быть, китайская кухня как-то. Вот, здесь хотя бы без костей. Смотрите, уже плюс. Ну блин, макарошки, конечно, домашние какие-то прям. Ну, окей, ладно, может быть, это... Ммм, 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 ну китайская азиатская кухня рулит. Ммм, ммм, и курица нормально, и зеленушка, и вкус азиатский. Вот, вот это одобряю. И это будет чернофигища. Круто. В общем, лапша китайская в том тейк-ауэе нормальная. Но, блин, карри. Может, конечно, у них автомат просто остались, остатки. Они уже на скорую руку так и сделали. А все закрыто было бы, реально. Дальше прошел. Пиццерия-то закрыта. Соседние тоже закрыто. Здесь полная куна-матата и поле-поле. Работают как хотят. Сегодня понедельник. Пришли в 8 часов, а все закрыто. Кроме одной вот этой кафешки. Дальше я в ресторан прошел. Там ценник 400, 500, паста 700. Как бы, понимаете. Поэтому будем наслаждаться этим. И еще сей брю. Ледяной из морозилки. Супер. Плюс у нас здесь есть Wi-Fi. Не во всех ресторанах. Точнее, где мы везде сидели, нигде не было Wi-Fi. Вообще в шоке. За такие ценники нет Wi-Fi. Нет сервиса. Никто там ни здрасте, ни свидания. Зашел даже вот в этот дорогущий ресторан. Я говорю, меню можно. Так кинула на стол и ушла. Что это вообще за отношения здесь? Этот к индусу я пришел. Второй раз заказываю. Опять пришел. Типа в таком духе он. Что за отношения вообще здесь? Я не видел, честно говоря. От Сейшел я ждал сервиса. Это там, пожалуйста. Это там уважительно как-то. Здесь как бы все с пренебрежением с таким делается. Типа, ну пришел, заказал лапшу за 100. Там, значит, типа, ну... И еще раз пришел за 100 что-то заказать. Знаете, в таком формате это выглядит. Ну, очень странно. Ладно. В общем, пивасик. Нормальный, хороший. Сейчас все. Сегодня был насыщенный день. Много накатались. Много всего повидали. Можно отдохнуть теперь, расслабиться. Ну, вам спасибо за просмотр. Не забывайте лайки. Пишите ваши комментарии, как вам вообще этот выпуск. Ну, и увидимся завтра уже в новой серии. Будут новые пляжи, как всегда. Гикончик тоже говорит. Подписывайтесь на канал. Вот. Ну, а на этом заканчиваем серию. До следующего выпуска. Всем чао. Пока. Друзья, спасибо за просмотр. И не забывайте оставлять комментарии под видео, а также ставить лайки. Это действительно важно для развития канала. А если вы еще не подписаны, не забывайте это сделать. Ведь на канале вы сможете найти множество полезных и увлекательных видео по большому числу интересных стран. Переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь. До следующего выпуска. До следующего выпуска.